Хотела стать чемпионкой мира и не учиться, не работать, только тренироваться. У Акселя он не гнется, я больше скоростная. Радовать вас рекордами. Почему девчонка выбирает стронфер? Во-первых, я хотела стать чемпионкой мира. И это тот спорт, который позвал меня Михаил Гераскевич. Он сказал, что я сделаю из тебя чемпионку мира. Это был главный, наверное, стимул начать заниматься именно стронгмен, стронгвумен. Он очень популярен в Америке. Коламбусе Огайо, Арнольд Шварценеггер. Каждый год, на протяжении 31 года подряд, они проводят эти соревнования, они как Олимпийские игры, только не по Олимпийским видам спорта. И американцы считают, это очень крутые соревнования и это классный спорт. В основном, когда начинается подготовка на Арнольд, она идет как минимум за полгода. И сейчас даже в период коронавируса я все равно поддерживаю себя в форме. Я не поднимаю там супер-мега больших весов, но этот вес там больше чем 100 килограмм. Я делаю просто типа как кроссфит силовые упражнения. Сама подготовка очень интенсивно идет, ты не можешь заниматься буквально ничем, не учиться, не работать, только тренироваться. Эта тренировка идет утром и вечером на протяжении трех с половиной месяцев от двух с половиной часов до четырех. Есть процессы восстановительные, там нужно ходить на плавание, на массаже. Это тоже считается как тренировка. Есть просто тяжелый день, когда ты делаешь основные базовые упражнения. Обязательно идут джим, лежа, становая тяга, брисят. Это как общие развивающие упражнения стронги. Но когда уже ближе подходят к соревнованиям, мы начинаем готовиться именно на снарядах. Потому что не ходить на тренировки и выступать на соревнованиях по стронгмену, это просто невозможно. Это нужно быть супер-мега уникальным спортсменом. Какие максимальные показатели там? Я, Шим, Заль. У меня? Да, Заль. Я вот как за рекорд не ставила для себя, но присед у меня получился там 230 килограмм в этом году на раз. Получается, в бинтах я присела. Плюс жим я не сильно всегда любила его делать. Я его делаю как общие развивающие упражнения. Там 127 с половиной килограмм я выжила на раз. Я не считаю, что это прям там супер-мега большие веса, но оно дает возможность держать себя в форме. И становая тяга с под коленей я 300 килограмм тянула. То есть я больше люблю там становую тягу, если так посудить. Я ее больше всего развивала. Но на соревнованиях, например, в этом году на Арнольде были совсем другие упражнения, потому что там было перекидывание покрышки, была становая тяга. Они сначала хотели сделать аксель, а потом я готовила штангу. Сразу понятно, что аксель не гнется, его тяжелее тянуть по ногам. Плюс любимые мои упражнения были в конце шары атласа, йог и фермеры. Такая очень классная эстафета. То есть ты, если не будешь готовиться, ты просто не сможешь это поднять даже и пронести. Там особая техника, особая тактика. Каждая тренировка должна уже увеличивать вес. Ты же не можешь прийти и сразу поднять 200 килограмм. Точно так же тебе нужно разминаться, готовиться, настраиваться к этому. Какие вправы краще выходят? Статичные, когда нужно силу? Чи там, где есть динамика? Вот почему я выигрываю уже второй год подряд. Это главный такой нюанс. Я больше скоростная. Скоростная в плане, да, динамические. Там, где больше динамические, у меня получается более быстрее. Потому что девчонки, которые там за 130 и 95 килограмм, есть разница. Я могу кое-где быстрее пробежать. Например, на той же покрышке. Мы вроде сделали одинаковое количество раз с Фитхен, с американкой. Но я сделала быстрее. Там нужно было еще оббегать эту покрышку. Не просто перекидывать, а нужно было перекинуть и оббежать с другой стороны. Опять перекинуть и оббежать. Вот ее загоняло то, что нужно было оббегать. И из-за этого она устала. И плюс я же занималась легкой атлетикой. Это давало мне возможность прогрессиву. Ну, и не только легкая атлетика. То есть много разных регби, гимнастика. То есть когда организм полностью подготовлен, хорошо настроен и восстановлен, тогда организм может давать максимальные результаты и радовать вас рекордами. Есть проблема в том, что в Украине, по факту, нет турнирных гражданок. Есть в богатерестных играх, но отдельно их уже проводят. Но это бывает раз-два. Сколько это складно? Потому что нужно что-то вагальный режим, а не тренирование. Так как я уже в принципе в профессиональном спорте уже больше, чем 21 год. И вот этот вот процесс подготовки к соревнованиям, он, да, очень энергоемкий. Просто в данный момент нужно много усилий, чтобы сделать даже большое количество снарядов именно для женщин. У меня в планах в принципе на будущее есть организовывать турниры для женщин. Но сейчас Валерий Газаев, он придумывает упражнения для более легкой категории. Там они до 82 килограмм. Но так как у меня категория open, открытая, я, конечно, хотела, но это очень долго. Это нужно получать лицензию у женского стронгмена, у Дион Весселс. Это президент американской ассоциации. Плюс это нужно договариваться о месте, о локации, где оно будет все время сделать какую-то базу. Не только летнего плана, как у ребят по стронгмену, а и зимнего тоже, чтобы можно было пригласить большую аудиторию. Заинтересовать нужно спортсменов, потому что титулованные спортсмены не приедут просто так. Нужно сделать большие призы. И это от 5 тысяч долларов, даже 10. Потому что спортсмен, который вкладывает достаточно много сил и энергии, доехать, например, долететь с Америки сюда, вы понимаете, сколько этого всего стоит. Потому что они там соревнуются, им не надо там супер-мега лететь, тратить деньги на подготовку, на команду и помощь. Конечно, классно было, если бы были такие меценаты, которые помогали этому спорту. Я надеюсь, что в будущем мы сможем это реализовать. И планирую на 20-й год по выступам. Ну, если 20-й год, то нормально дальше пьеды. Именно на 21-й, да? Ну, 20-й, 21-й год, дальше. Ну, вообще, я хотела попробовать себя на турнире же Друноса Савискаса. Он очень организовывает классные соревнования по логлифту. У него чемпионат мира проходит. Анна Касперская. А мы дружим вместе с ней. Тоже стронгом занимается. И мы хотели поехать вместе на эти соревнования. Но так как пока еще неизвестно, когда и как они откроют нам границы. Примерно соревнования планировались в сентябре, но мы еще не знаем. Планировали соревнования по жимлифту. Буквально, ну, именно в Украине, да? Но еще мы тоже не знаем, когда это все организуется. Вообще, меня приглашали на ТВ-шоу в Лос-Анджелесе, в Америку и во Францию. Приглашали там давить бедрами арбузы. Но я не знаю, как вот все будет с границами связано. Конечно же, хотелось поехать, порадовать каким-то рекордами. Но из-за того положения, что у нас из-за COVID-19 мы сидим пока дома. Ну, я держу себя в форме. Вчера у меня была тренировка и по плаванию. Сегодня, надеюсь, я посещу баню или хамам, потому что в основном везде закрыто все. И прям аж хочется куда-то пойти на тренировку и восстановить свой организм. Ну, вы же сами понимаете, да? Вот я в плачечке, такая девочка или девочка. Просто, мне кажется, нужно быть внутри, оставаться тем человеком, которым ты был. Не переносить на соревнования всю ту энергию и силу. Да, это очень сложный, тяжелый вид спорта. Мне, как женщине, сложно было начать заниматься. Это были очень тяжелые тренировки. Можно сказать, да, мужчины прогрессируют в этом плане больше. Но, если у тебя есть физические данные, хорошая генетика, и ты ее можешь правильно развивать, просто оставаться, не знаю, ходить в салоны, делать какие-то прически, одевать платья, костюмы. Я любитель всяких таких, там, ноготочки себе там какие-то накрасить, разным цветов. То есть, это нужно любить. Если у человека внутри этого нет, то, ну, как бы ты еще не заставишь его. А если я люблю там разные, там, новые платьечка, каждый раз, там, я, если куда-то еду, хочу себе подарок сделать, там, или Victoria's Secret, там, нижнее белье купить. То есть, это нормально. Если честно, да, он мотивирует. Мотивирует, тебе нужно быть все время в форме. Плюс того, что ребята, друзья иногда подкалывают, приносят мне там арбуз, говорят, ну, что ты раздавишь нам его, а у нас нет ножа, типа. Ну, и ты понимаешь, что тебе все время нужно быть в форме и никогда не выходить из нее. Хочется иногда расслабиться. Я тоже, как бы, человек, я тоже какой-то период, например, там, в карантине, две недели вообще не делала ничего. Вот суть, суть самого вот женского организма, он вроде бы, как бы, и сопротивляется, и понимает, что надо. Ты уже по неволе, когда общаешься, например, с кругом друзей-спортсменов, кто-никто-то наберет тебя, да, там, позвонит, говорит, о, мы там идем на соревнования, или там, вот сейчас надо давать интервью. И ты такой, понимаешь, ой, там, у меня там лишние два килограмма, так, быстро там, качаемся, все, готовимся, мне через неделю будет интервью. То есть, ты уже все равно в форме какой-то, и ты не можешь из нее выходить. Сразу начинаешь, там, бегать кроссы, там, плавать в копанках, да, вот в холодной родниковой воде. И, то есть, ты начинаешь постепенно приходить в тонусы. То есть, если у тебя команда спортивная, да, которая тебя максимально старается поддерживать, говорит, так, Олька, пойдем на тренировку, мне, типа, скучно сегодня. То есть, вот, главное окружить себя такими людьми, которые тебя мотивируют. Редактор субтитров А.Семкин